Девушки отдыхают В противном случае у героя нет шансов выбраться живым из поглотившего его кошмара Детектив Себастьян Костеланос и двое его сотрудников возвращались с задания, когда им приказали проверить вызов из психиатрической лечебницы Там они обнаруживают пустые автомобили, а внутри здания растерзанные тела пациентов и персонала Попытка проверить записи камер видеонаблюдения заканчивается для Себастьяна потерей сознания и провалом То ли в иное измерение, то ли в извращенную версию нашего мира Несмотря на мощнейшее начало, авторы не развили хорошие идеи По пути Себастьян встречает своих сослуживцев и новых знакомых, но продвигать сюжет они не торопятся Чаще всего персонажи и детектив гоняются за психически нездоровым пареньком Лесли Или убегают от всемогущего злодея Обрывки сведений кое-как склеиваются лишь в финале Недомолвки и простые характеры многих участников представления, в том числе главного героя Лишь усиливают негативное впечатление от повествования Особняком стоит судьба антагониста, которая складывается из картин его прошлой жизни, призрачных образов и аудиозаписей К финалу этот человек вызывает не только обжигающую ненависть, но и сострадание Авторы жонглируют реальностями, бросают Себастьяна из одной локации в другую без объяснений Персонажи пропадают и чудесным образом вновь появляются из небытия Постепенно становится понятно, что тут может произойти любая чертовщина А гибель кого-то из коллег ничего не значит Из-за этого, заявил Визын, не воспринимается как мистический или психологический триллер, пробирающий до мурашек Это скорее великолепно снятый зрелищный боевик с паранормальными декорациями Тем не менее, напряжение не спадает ни на минуту, стоит Себастьяну переступить порог злосчастной больницы Безоружный и раненый герой спасается от маньяка Прячется от него и бежит без оглядки Чуть позже Себастьян находит огнестрельное оружие, но ощущение уязвимости не проходит, а только усиливается Необходимо просчитывать каждый выстрел и тщательно обдумывать любой поступок, прежде чем бросаться в бой Монстры выносливы, а герой погибает от нескольких ранений При этом в его карманах помещается совсем мало патронов, да и выдают их дозированно Однако стоит запасу амуниции опустить, как система это учитывает, и из убитого монстра или разбитого ящика выпадает пара патронов Враги в состоянии довести до нервного срыва своими непредсказуемыми действиями Они то бегут навстречу, то резко останавливаются, то неожиданно делают шаг в сторону Когда один промах может стоить жизни, в последнюю очередь задумываешься о схожестях повадок с крестьянами из Resident Evil 4 Эти твари запросто могут вынудить разрядить обойму в молоко, загнать Себастьяна в угол и размозжить ему голову Но в распоряжении полицейского хватает вариантов для спасения собственной шкуры Когда монстры не подозревают о присутствии Себастьяна, он крадется за их спинами и тихо убивает ножом Маршруты недругов легко запоминаются и отвлечь их удается без проблем Но они незамедлительно наказывают героя за излишнюю самоуверенность Так что подобные эпизоды не дают расслабиться за счет демонического антуража и высокой цены ошибки Упавших врагов Себастьян сжигает при помощи спичек, прежде чем они поднимутся на ноги Но спичек на всех не напасешься На локациях расставлены растяжки и капканы, куда можно заманить монстров Но те же ловушки Себастьян при желании обезвреживает, получает за это детали и делает из них болты для арбалета Авторы создали потрясающую систему сдержек и противовесов Методов расправы над монстрами и возможностей спастись от них в избытке, но во всех есть ограничения Все время надо экономить ради выживания Как следствие бесполезных элементов тут нет И упустив андит из них рискуешь попасть в лапы смерти Погибаешь часто даже на нормальном уровне сложности, но исключительно из-за собственных просчетов Неумение быстро среагировать в экстремальной ситуации или поверхностного изучения местности Взаявил Визин в обязательном порядке нужно обшаривать все углы, полки, ящики, да хоть заминированные сундуки в надежде отыскать аптечку или пару патронов Даже секреты существуют не красоты ради, так что дотошные ищейки не останутся без награды Иногда Себастьян находит склянки зеленой субстанции, она расходуется на улучшение оружия и характеристик полицейского Ее тоже на все не хватает, а все апгрейды полезны На сцену постепенно выходят новые противники, они учатся стрелять, становятся неуязвимы к нападениям из-под тяжка или защищают головы пуленепробиваемыми масками Условия поединков постоянно меняются Не успеваешь перевести дух от одной захватывающей сцены, как создатели бросают Себастьяна в еще более сложную обстановку Неожиданное появление огромных боссов заставляет паниковать, а чувство собственной беспомощности становится практически неконтролируемым От некоторых монстров нужно убегать, пытаясь вовремя найти пути к отступлению Неизбежные схватки с обезображенными гигантами оставляют героя полностью опустошенным, но с чувством удовлетворения от действительно заслуженной победы Все это позволяет игре избегать унылых повторений на протяжении без малого 15 часов кампании Герой стреляет, прячется, мчится со всех ног от бессмертной твари или пытается понять принцип работы очередной ловушки Есть и загадки, но они редкие гости в The Evil Within, да и в большинстве своем сводятся к использованию предметов в очевидных местах Неудивительно, что таким блюдом можно не насытиться за одно прохождение Благо, авторы припасли два уровня сложности, которые изначально недоступны Причем один из них предлагает сатанинские условия с гибелью от одного ранения Предусмотрен и режим New Game Plus и новое вооружение The Evil Within — это ни в коем случае не калька с Resident Evil 4, несмотря на схожие составляющие Авторы переделали баланс и добавили в механику ряд важных аспектов, вроде ловушек и возможности тихо убивать врагов Это беспощадная игра на выживание, которая возводит ценность патронов, аптечек и расходных материалов едва ли не в абсолют А монстры готовы за мгновение растерзать замешкавшегося полицейского Механика не прощает ошибок, давит ограничениями, но всегда оставляет лазейку для спасения Компания не устает радовать напряженными миссиями, перестрелками и чертовски увлекательными битвами с боссами Здесь почти нет поблажек, зато в избытке искренней радости, когда герой на последнем издыхании вырывается из объятий смерти Субтитры создавал DimaTorzok